Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. К концу года ЕРИ планируют создать на сайте расчет.бай личный кабинет пользователя. Как относятся бизнесмены к готовящимся изменениям в сфере предпринимательства? Интервью с деловыми людьми Гомеля. Апрельская инфляция в два раза превысила мартовскую и составила 0,7%. Что подорожало, что стало дешевле? Статистика и конкретные цены. А теперь обо всем подробнее. К концу года ЕРИ планируют создать на сайте расчет.бай личный кабинет пользователя, в котором можно будет вводить показания счетчиков воды, получать электронные квитанции, заказывать выписки и другую информацию. При запуске личный кабинет будет с ограниченным функционалом. Например, у пользователя будет возможность ввести показания счетчиков и посмотреть историю своих платежей с ноября минувшего года. В планах внедрить возможность оплаты коммунальных услуг прямо из личного кабинета пользователя. Эта функция может быть полезна клиентам, у которых есть карточки разных банков, и они не всегда оплачивают услуги ЖКХ с одного и того же счета. В кабинете можно будет консолидировать несколько счетов. Не надо будет по несколько раз вводить данные и создавать разные шаблоны. Также ЕРИ планирует выйти в офлайн, привлекать в качестве поставщиков услуг предприятия торговли и сервисов. В перспективе это позволит белорусам расплачиваться в магазинах и кафе с помощью смартфонов. Например, это будет актуально, если человек забыл дома кошелек, но у него с собой есть телефон. Для этого будет разработано программное обеспечение, удобное для пользователей. К другим новостям. В своей программе я уже не раз говорила о проблемах бизнеса, ремесленников, о готовящихся в этом направлении изменениях. Как ожидается, предпринимательство получит большую свободу, будет избавлено от многих проверок и бюрократических препятствий. На такой результат надеется и директор общественного объединения содействия развитию частного предпринимательства единства Инна Кустова. Путь выбранный, скажем, направление по части либерализации всего законодательства, скажем, это путь правильный. И, конечно, когда это обсуждается, тогда будут, ну, наверное, найдены правильные решения. Ну, и, наверное, все-таки рыночная экономика поможет отрегулировать вот это самое законодательство. Поэтому хорошо, что это обсуждается. Хорошо, что об этом говорится. Хорошо, что мы пытаемся, правительство пытается как-то изменить, чтобы все-таки... Хорошо, что, наконец, понимаем, что бизнес – это то самое главное, частный бизнес, что есть в Республике Беларусь. Потому что он платит налоги. А значит, зарплата учителя, пенсию пенсионера и от его развития будет зависеть жизнь каждого из нас. Гомельчанка Татьяна Гулевич в бизнесе более 10 лет. Чтобы быть независимее финансово, еще студенткой подрабатывала в рекламном отделе газеты. Через какое-то время поняла, что полученные здесь навыки и знания, да еще и собственные целеустремленности и трудолюбия, могут дать старт для открытия своего дела. Сейчас Татьяна занимается бизнесом сразу по трем направлениям. Это реклама, художественная ковка и пассажироперевозки. Рассуждая на тему либерализации бизнеса, Татьяна говорит, что главное – это не только законы, а взаимопонимание с чиновниками и представителями служб, от которых зависят многие согласования и решения. Госавтоинспекция, так и тут, вот у них основной значок, вот такой ручки взаимопонимания. И тут должно быть точно так же. Должно быть руководство города, чиновники и предприниматели. Это не какие-то две параллельные прямые, которые не пересекаются. И друг на друга смотрят, что вот эти вот они сами по себе выкарабляются как-то. Они должны друг другу помогать, потому что все, в общем-то, платят налоги, и все данные в кризисное время находятся в одинаковых условиях. Даже, может быть, я думаю, что наши частные предприятия находятся, может быть, даже в более жестких условиях, чем государственные, потому что никакой, соответственно, господдержки нет. Вот, но, может, она и не нужна на самом деле, потому что должен быть какой-то естественный отбор. Может быть, оно и правильно. Должны выживать сильнейшие. Поэтому тот, кто может работать практически каждый день, может какие-то вот сейчас в кризисные времена себе там чем-то отказать. Именно так и работает Татьяна. Хотя у нее сейчас достаточный штат работников, около 70 человек, но просто руководящей работой заниматься не может, да и не хочет. Весь день за рулем, курсируя от заказчика к заказчику и службы в службу. Конечно, признается, без помощи надежного коллектива не обойтись. Ну и сама работает с утра до ночи практически без отдыха и отпусков. И вопрос даже не в желании больше заработать. Это дело, которое давно стало смыслом и содержанием жизни. У меня работники, которые работают очень долго. У нас нет никакой текучки. И сейчас я, например, вот в кризисное время, я свои какие-то вот, свои потребности урезала. Я уже три года, например, не хожу в отпуск. Я вот работаю каждый день. Но при этом мы ни одного человека не уволили из-за того, что у меня нет, например, денег платить ему зарплату. Мы зарплату, например, тоже не снижали. Как-то по чуть-чуть стараюсь, наоборот, поднимать. Зато теперь, когда у меня, например, есть важный заказ, и я прошу своих работников, вот у них заканчивается в пять часов рабочий день. Я им говорю, что вот надо завтра отдать. Они мне говорят, Татьяна Александровна, надо, значит надо. Останемся ночью и будем делать. За разговором подъехали к одному из заказчиков Татьяны. Торговому дому Керамин СОЖ. Несмотря на то, что все здесь красиво, как в музее, и цены удается сдерживать, чтобы они были более или менее доступными даже в кризисное время, без достойной и современной рекламы все равно не обойтись. И тут важно найти грамотного, творческого и ответственного специалиста. Но и это не гарантия успеха. Ведь еще и согласование той же рекламы, которые могут затянуться на такой срок, что после получения разрешения рекламная информация потеряет свою актуальность. Разрешительные документы на какой-то вид деятельности, на рекламу, то есть достаточно долго и очень много требуется подписи, очень много согласований, препятствия возникают на каждом этапе, поэтому это затягивает размещение какой-то рекламы. Хотя в наше время нужно очень динамично реагировать на рынок, вовремя запускать какие-то рекламные проекты. И зачастую это бывает несколько раз в месяц требуется этого. И из-за вот этих согласований очень длительных бывает такое, что все затягивается и не вовремя складывается. Не так, как хотелось бы, скажем так. Поэтому сейчас большая надежда на принятие декрета президента о либерализации и ведении бизнеса в Беларуси. Елена говорит, что верит в то, что препятствий для его развития станет действительно меньше. Да, я, конечно, в это верю. Хотелось бы в это верить, потому что станет легче не только нам, а станет легче всем кругом, всем предпринимателям. И все будет намного быстрее. Люди смогут быстрее развиваться, быстрее строить свой бизнес. И от этого, я думаю, что будет больше продаж, больше прибыли и лучше для всех нас. К другим новостям. Апрельская инфляция в два раза превысила мартовскую. И составила 0,7%. Продовольственные товары подорожали на 0,8%. Хотя еще в начале весны на них наблюдалась дефляция. В лидерах подорожания в апреле оказались некоторые овощи и фрукты. Среди продовольственных товаров, по данным Белстата, заметнее всего подорожали овощи. Помидоры, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и фрукты, бананы, цитрусовые и яблоки. При этом некоторые овощи и фрукты существенно подешевели. Это виноград, сладкий перец, чеснок, свежие огурцы и замороженные овощи. Также в апреле упали цены на соленую копченую рыбу и на лососевую икру. Непродовольственные товары в целом в цене почти не изменились. Инфляция в апреле составила 0,2%. Заметнее всего в апреле выросли цены на услуги на 1%. Среди лидеров подорожания – мобильная связь, смс-сообщения и мобильный интернет. А также билеты в кино и на поезда международного сообщения. А сейчас конкретным ценам, изученным на Центральном рынке. Огурцы стоят от 2 рублей до 3,5, помидоры от 4 до 5, пучок редиски от рубля до рубля 30 копеек, пучок зеленого лука от 40 до 50 копеек, килограмм 3 рубля 86 копеек, пучок петрушки, укропа, эстрагона, кинзы 50 копеек, шпината рубль. Картофель стоит по 3 рубля, репчатый лук от рубля 20 копеек до полутора, головка чеснока от 50 копеек до рубля, килограмм яблок рубль 80 копеек, клубники по 14 рублей. На этом у меня все. Встретимся через неделю.